Доброе утро ребята! Приветствую вас на очередной торговой неделе, на первой торговой сессии. Разумеется впереди у нас очень много важных макроэкономических данных и будьте уверены, что и в ходе этой пятидневки мы выжмем фундаментальный фон по максимуму. Что касается сценария нашего сегодняшнего брифинга, то разумеется по ходу я обозначу кодовое слово. Это дополнительный бонус на пополнение. Сегодня начнем с 5%. Для начала думаю в любом случае неплохо. Но будьте уверены, что чем ближе у нас самое важное событие этой недели, это Non-Farm Perls, который приходится на конец недели, думаю что и бонус будет тоже побольше. Но можно начать и с 5%. Что касается дополнительных сообщений, разумеется, поскольку сегодня у нас понедельник в 16.30 по московскому времени пройдет мой очередной вебинар «Правильный понедельник», где мы снова вернемся к ключевым фундаментальным событиям прошлой недели, потому что я уже неоднократно говорил, что самые важные макроэкономические релизы, они создают хорошую информационную волну, спекулятивный интерес. И этот интерес, как правило, резонирует еще и после публикации этих событий на активах. Потом перейдем к основным событиям этой недели. Хорошо, что сейчас у нас есть возможность снова сфокусироваться на американских макроэкономических данных и с головой уйти в, наверное, одни из самых важных макроэкономических релизов по США. Это состояние американского рынка труда Non-Farm Perls. Но сначала будем смотреть на будущие показатели от Министерства труда США через EDP. Но это среда и пятница. Но и до среды будут достаточно серьезные макроэкономические отчеты. Вот буквально у нас сегодня также есть. Но об этом я поговорю, точнее коснусь этой темы чуть позже. Ну и, разумеется, в конце вебинара представлю несколько ключевых ценовых ожиданий по основным валютным активам, точнее по тандемам валютных активов. Это как раз те цели, которые мы поставили в рамках этой пятидневки и к которой мы будем стремиться. Ну а сейчас, собственно, давайте переходить к нашему брифингу. Начнем с наших вступительных активов. Это нефть и российская валюта. Откройте, пожалуйста, графики Brent. И сейчас мы видим то, что Brent у нас уже находится рядом с уровнем 51.66. Соответственно, если мы оценим поведение нефтяного актива по итогам заключительной торговой сессии, то это минус 5%, даже, наверное, чуть больше. Нефть находится под серьезным давлением, под серьезным фундаментальным прессом. И тут в качестве ключевой идеи сразу же возвращаемся, конечно же, к избыточному предложению. Понимаю, тема может быть уже устарела, но, честно говоря, такое понятие формулировки, как устарела, не устарела, оно не действует для финансовых рынков, потому что если повод серьезный, значит он будет приводить к таким же серьезным последствиям. Какой бы отчет по нефти в последнее время мы не анализировали, мы рассматриваем с точки зрения этот отчет возможного влияния на предложение, а потом смотрим, находит ли это предложение дополнительный спрос. И всегда приходим к одному и тому же выводу. К сожалению, предложение растет уже на критических уровнях, явно зашкаливает, но поддержки со стороны спроса мировой экономики это предложение не находит. Анализируем макроэкономические данные, нас интересует, прежде всего, Поднебесная Китай, то есть и еврозона, но там риски, слабые макроэкономические данные, что в целом возвращает нас к теме того, что экономики, раз они слабеют, значит, может быть нуждаются в дополнительных экономических мерах стимулирования, что мы сразу же обозначаем в качестве факторов потенциальной разгрузки, ну, прежде всего, мы говорим про евро. Поскольку мировая экономика явно сейчас не собирается бодрить трейдеров и инвесторов какими-то предпосылками для роста, мы обсуждаем тему, связанную с избыточным предложением, в качестве ключевого фактора давления на позиции энергоресурсов. Был еще один, конечно же, нюанс, точнее, может быть, фактор, который для тех, кто делает ставку сейчас на рост нефти, оставался таким позитивным сигналом в плане ожиданий, поскольку многие трейдеры даже до сих пор полагают, что в ближайшее время ОПЕК может пересмотреть свою позицию в плане объемов добычи и уже перейти к, скажем, снижению текущих объемов выработки хотя бы до той квоты, которая была обозначена в 30 миллионов баррелей в сутки, потому что сейчас мы знаем, что фактически объемы даже выше. А потом, может быть, обозначить предпосылки для снижения и самой квоты. Но пятничные комментарии ОПЕК, нефтяного конгломерата, картеля ясно показали рынку, что кто угодно может предполагать, но сам ОПЕК располагает теми фактами, которыми руководствуется. ОПЕК не собирается оснижать объемы добычи и производства. Как только эта новость появилась на рынке, мы сразу же увидели, как нефть оказалась под серьезным давлением и потеряла столько процентов, сколько теряют обычно самые настоящие аутсайдеры фондового рынка. Здесь у нас речь идет о сырье, поэтому можно уже прийти к выводу, глядя на динамику последних месяцев, что за последние 2-2,5 месяца нефть потеряла уже больше 20%. И на самом дне дно еще неизвестно, где находится. Если фундаментальный фон не изменится, а вероятность этого пока низка, я думаю, что мы увидим еще более глубокие коррекционные уровни. Кроме того, в пятницу была опубликована актуальная статистика по числу буровых в США. И здесь снова тенденция роста. 659 – это прошлый показатель. Также неделю назад мы констатировали прирост касательно данной статистики. Сейчас по факту видим уже 664. Поэтому не нужно, скажем, долго анализировать этот фонд, чтобы прийти к выводу о том, что это еще одна предпосылка роста потенциального предложения, которое идет со стороны американского нефтяного рынка. В целом сейчас будем фокусироваться, конечно же, на предстоящих отчетах по запасам нефти США. Но мы видим то, что периодически на рынке появляются сообщения, точнее инфоповоды, которые, в принципе, никто не ожидает. Но если они появляются на рынке, в принципе, нефтяной актив сразу же реагирует на эти события. Поэтому не буду, конечно же, забегать вперед, говорить о том, что сейчас нет оснований для каких-то еще более интересных сюрпризных решений. Они могут быть. Но в целом пока давайте работать с тем, что есть. А то, что есть, у нас говорит о том, что нефть будет продолжать двигаться вниз. Наша долгосрочная идея – это 50 долларов за баррель по Brent. Но я считаю то, что когда, конечно же, мы поставили эту цель, я думал, что в лучшем случае, даже при самом негативном сценарии, мы увидим реализацию этой идеи к концу 2015 года. Сейчас мы видим то, что ситуация развивается гораздо быстрее в плане негатива для нефти, чем мы предполагали. И, по сути, 50 – это то значение, которое может быть, вот эта поддержка протестирована уже в самое ближайшее время. Идем дальше. Российская валюта. Текущие актуальные котировки. 61,70. Разумеется, если мы уже сказали про то, что Brent у нас несет катастрофические потери, по причине как раз корреляционного взаимодействия, такие же потери, характерные и для российской валюты. Если несколько дней назад, в конце прошлой недели, после того, как Центральный банк России принял решение не продолжать далее покупку валюты для пополнения золотовалютных резервов, это оказало локальную поддержку рублю, и возникли ощущения, что вот, наконец-таки, если Центральный банк хочет контролировать ситуацию, значит, у него есть, в принципе, инструмент для того, чтобы действительно взять ее под контроль. Мы видели, как тогда пара USD-RAP опустилась уже ниже поддержки, то есть 60, и этот рубеж 60 стал сопротивлением. Но потом ситуация на нефти, на которую, разумеется, российские власти никак не могут повлиять в целом, при всем уважении даже к российскому энергетическому потенциалу, уже создала совсем другие предпосылки, предпосылки для дополнительной девальвации рубля. И то, что сопротивление, которое было 60, также быстро превратилось уже в поддержку, даже локальный хайп по паре был в районе 62, и мы сейчас прекрасно понимаем, что рубль при определенной динамике на рынке ресурсов будет и дальше также теснить позиции против своих основных конкурентов, это доллара и евро. Мы ожидаем с учетом текущей динамики еще большую просадку российской валюты. Дальше, я думаю, что можно замахнуться на цель примерно 62,50-63, пока USDRAP туда и идет. Еще, что касается решения Центрального банка по итогам пятничного заседания ЦБ, анализировали эту ситуацию вдоль и поперек, обозначали все риски, все за и против, и мы тогда пришли к выводу, что сейчас лучше, конечно же, не торопиться с дополнительным шагом по осмягчению экономической политики. То есть мы прогнозировали, что ставка не будет снижена. По факту Центральный банк руководствовался, наверное, другими критериями и все-таки решил проявить еще дополнительную решительность. Ставка рефинансирования снижена с 11,5% до 11, то есть на 0,5%. Не хочу, конечно же, критиковать позицию Центрального банка и не буду этого делать, поскольку, наверное, они знают, что делать. Но я считаю, что этот шаг был абсолютно лишним сейчас, тогда, когда инфляция находится на без того высоких уровнях. И, разумеется, дополнительный шаг стимулирования экономики, особенно на фоне актуальной девальвации рубля, это еще большие риски как раз для показателя по инфляции. Чтобы проследить простую логику, почему сейчас лучше не раздувать сознательно через подобные шаги уровень инфляционного показателя, здесь понятно. Если растет инфляция, значит, снижается потребительская активность. Если снижается потребительская активность, страдает промышленный сектор и темпы экономического роста. В России темпы экономического роста, хотя рост, в принципе, такого понятия сейчас для российской экономики уже не существует, давно мы видим отрицательные значения, это стагнация, рецессия, и дно, опять так же, по рецессионному показателю, оно еще не достигнуто. Поэтому я не знаю, где оно окажется, где оно будет обозначено, либо найдено, так будет правильно, к концу этого года, но я считаю, что показатель будет, наверное, не меньше 4,5-5%. Это очень много для развивающегося рынка. Поэтому сейчас, конечно же, не хочется негативить, хочется прийти к выводу о том, что этот шаг стимулирования экономики не приведет к росту индекса потребительских цен, но, опять же, статистика, математика, логичные следствия тех или иных действий со стороны регуляторов, они, как правило, говорят уже на перспективу, и после того, что сейчас происходит, можно, конечно же, прогнозировать возможный рост инфляции. То есть, впереди у нас еще большие риски и еще большее давление на позицию российской валюты. Об этом не стоит забывать, особенно тем, кто сейчас пытается найти уровни для покупки рубля против основных конкурентов. Идем дальше. Евро-доллар, откройте, пожалуйста, графики. Здесь, в принципе, если анализировать пятничную торговую сессию, у нас евро может похвастаться сразу статусом самого волатильного актива по итогам заключительной торговой сессии в прошлой неделе. Потому что в пятницу мы увидели такую волатильность, которую я даже не припомню, когда мы в последний раз видели. Если бы динамика была однонаправленной, ладно, можно было еще поискать торговую сессию, там в марте у нас также был весьма оживленный день для евро. Но мы увидели такие же абсолютные качели, как евро сначала снизился, потом подрос против доллара, потом снова снизился, потом улетел в космос и потом снова вернулся к тем уровням, на которых торговался до важных макроэкономических отчетов, которые спровоцировали ту динамику, которую мы видели. Теперь давайте перейдем все-таки к тем факторам, которые провоцировали движение евро. Торговую сессию пятницы мы начали более-менее спокойно. И очень важных макроэкономических данных, которые в принципе могли бы спровоцировать либо имели потенциал такого влияния, их на рынке не было. Но рынок высосал из пальца буквально фундаментальный фон для таких динамичных движений и, разумеется, реализовал их в ценовой динамике. Сначала мы анализировали плохую статистику по роничным продажам в Германии. Вспомните плохие данные по ВВП, по рынку труда. Поэтому в целом вывод напрашивается сам собой. Ведущая экономика валютного блока слабеет, и это является причиной слабости для еврозоны. И вследствие этого мы делаем, уже забегая вперед, ставку на возможности, необходимости мер дополнительного экономического смягчения, что потенциально будет давить на позиции евро. Сначала евро повелся логично. Потом мы переключились на данные по индексу потребительских цен. Здесь годовой показатель остался на прежнем уровне 0,2%. Что касается месячного, он подрос на 0,1%. 0,8% стало 0,9%. И вот этот позитив был заложен трейдерами сначала в всплеск оптимизма в отношении рисковых инструментов евро. Мы видели то, что европейская валюта поперла выше уровня 1,10%. Но опять же 0,1% это просто смех для показателя тогда, когда ЕЦБ запустил, по сути, беспрецедентные меры экономического стимулирования. Я считаю то, что это символичный, мне кажется, это слово лучше всего характеризует, то, что мы видели по статистике. Символичный прирост, он не позволяет, скажем, нам говорить о том, что проблема с низкой инфляцией решена, либо имеет предпосылки для решения. Я, честно говоря, учитывая то, что происходит с нефтью сейчас, энергоресурса сырьевого товара, который напрямую влияет на показатели по инфляции, очень удивлен, что вообще в еврозоне был найден основание роста этого показателя. Поэтому, если это случайность, то, разумеется, уже когда мы будем анализировать следующие показатели по индексу потребительских цен, там будет уже совершенно другая статистика, которая снова укажет на актуальные риски для еврозоны. Кроме того, не стоит забывать о том, что Международный валютный фонд, который, мне кажется, более реально оценивает ситуацию с инфляцией, уже неоднократно, и в пятницу это подтвердилось, давал советы Марио Драги и, в принципе, руководству ЕЦБ о том, что, ребята, вы лучше сейчас перейдите все-таки к более решительным мерам и предпримите инициативу касательно либо расширения ассортимента выкупаемых активов, либо продления этой программы, либо повышения, скажем, вот этого лимита покупки облигаций, который сейчас осуществляется на 60 миллиардов. По крайней мере, это инициатива, предложение без ответа. Но я думаю, что даже произойдет это или нет, пойдет ли на эти меры Европейский Центральный Банк, это скорее даже риторический вопрос. Конечно же, пойдет. Самое главное, в каком направлении вы будете стоять в этот момент. А в целом, если есть еще, скажем, сомнения по поводу того, куда может пойти евро, этот фундаментальный фон указывает на то, что евро пойдет вниз. И основания для этого куда больше, чем для потенциального роста. И, кроме того, не стоит забывать, скажем, очень такую правильную формулировку еще Уоррена Баффета о том, что тогда, когда, скажем, активы демонстрируют не совсем логичное поведение с точки зрения фундамента, к примеру, растет. И после этого покупать актив только потому, что он растет, это является бредовой идеей. Советую вам не руководствоваться такими на финансовых рынках. Что касается как раз бомбы фундаментальной, которая в прямом смысле именно такой оказалась, это статистика по индексу роста заработных плат. На самом деле, отчет в буквальном смысле не какущий, потому что на этой неделе мы будем анализировать вместе с Non-Farm Perils динамику роста заработных плат. И вот этот показатель уже нам укажет на возможные предпосылки роста индекса потребительских цен. Но то, что произошло в пятницу, это, скажем, не укладывается ни в какие рамки. Мы видели вот этот безумный всплеск интереса к евро, когда пара улетела к хаю 1.11.13. Но учитывая то, что на рынок сразу же пришло осознание, то что пару туда загнал, как раз загнали панические настроения трейдеров, инвесторов, которые не совсем дружат с фундаментальной картиной. И вот этот анализ того, что на самом деле ничего существенного не произошло и нужно снова возвращаться к прежним макроэкономическим данным, указывающим на рост американской валюты, спровоцировали обратную динамику по евро-доллару. Поэтому евро после этого провалился буквально за несколько часов до закрытия пятницы и по совместительству всей торговой пятидневки. Больше чем на 120 пунктов. И снова вернулся в район практически 1.10, который мы давно рассматриваем в качестве переломного для дальнейшей динамики. Сейчас пара торгуется еще ниже, что в целом возвращает нас к прежней идее, направленной на коррекцию европейской валюты. Мы по-прежнему ждем уровень 1.08. Поскольку статистика была опубликована по штатам, если евро оказалось под давлением, разумеется, это стало причиной роста американской валюты. Мы видели то, что, точнее, сначала давление на позиции американской валюты, а потом уже обратная динамика, вследствие которой USD-йена снова выбился, скажем, к уровню 124. Не хочу сейчас акцентировать внимание на этом отчете, потому что его даже не стоит анализировать, его стоит сейчас воспринимать как должное, как отчет, который случайно спровоцировал ту или иную динамику. Мы сейчас в целом снова возвращаемся к макроэкономическим данным. Хорошая статистика, сомневаться и спорить с этим не нужно по итогам последних недель. И эта статистика полномерно готовит нас к благожданному решению по повышению процентной ставки. Кроме того, в пятницу, буквально также под закрытие на 10, скажем, дня, можно отметить конференцию Булларда, представителя ФРС, который еще раз дал понять рынку, что на 25 базисных пунктов стоит ожидать повышения ставки до конца этого года. Когда это произойдет, в сентябре, либо декабре, неважно. Самое главное, до конца 2015 года. Поэтому нужно делать ставку на рост американца и нужно пока метить в район той цели, которую мы поставили ранее, это 125 иен за 1 доллар. Сегодня стоит отметить два важных отчета. Это индекс постепенного разгода инфляции. Он будет публикован в 17.00 по московскому времени. И сегодня также в это же время у нас будет возможность проанализировать данные по индексу деловой активности АСМ. Я думаю, что нас ожидают еще два хороших и оптимистичных, позитивных для доллара макроэкономических отчета. Значит, можно готовиться к тому, что доллар сегодня будет пользоваться поддержкой. Также хочу отметить еще пару USDCAD. Пожалуйста, откройте графики, посмотрите. Пробили мы еще больше недели назад уровень 1.30, который был нашей долгосрочной идеей. Мы об этом уже говорили. После этого мы поставили цель на возможность еще более агрессивного восходящего движения. И этой целью стал уровень 1.32. Текущие актуальные котировки говорят в пользу того, что эта цель может быть реализована в самое ближайшее время. Сейчас пара USDCAD торгуется выше уровня 1.31. И еще одним серьезным фактором давления на канадца выступают очень плохие данные по темпам экономического роста, которые были опубликованы в пятницу. Мы увидели то, что ВВП просел на минус 0,2%. И это значит рецессия, в которой теперь оказалась канадская экономика. Здесь стоит сделать комплимент монетарным властям. Канады, которые вовремя понизили процентную ставку до 0,5%, потому что это была абсолютно правильная мера с учетом актуальной текущей слабости национальной экономики. Но я думаю, что это еще не предел. Впереди мы можем увидеть еще одно снижение процентной ставки. Поэтому USDCAD, опять же, на фоне такого же контраста по ФРСу, ждем повышения ставки, а по Канаде снижение. Может оставаться, точнее не может, а продолжит оставаться также весьма интересным активом для занятия длинных позиций. Наша цель, еще раз напомню, 1.32%, туда пока и идем. Что касается кодового слова на сегодня, это акция. Еще раз напомню, что бонус 5% – это дополнительный бонус плюс к тем акциям, которые действуют в рамках нашей компании, бонус на пополнение. И он действует до следующего брифинга, то есть до завтрашнего дня. Поэтому торопитесь. Чтобы получить его, достаточно произнести кодовое слово вашему персональному менеджеру. Вопрос есть? Тогда большое спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии, хорошей пятидневки. Разумеется, снова жду вас сегодня на нашем вебинаре в 16.30 по московскому времени. Ну и всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok